Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы посмотрим подборку видео, где странные существа попадают на камеру очевидцем. Посмотрим, что покажут нам на этот раз, и насколько мы сможем объяснить всю эту паранормальщину. Устраивайся поудобней, в виде благодарности не забывай прожимать лайк, подписываться на канал, прожимать все удомления, чтобы не пропускать очередные интересные видосики. Приятного тебе просмотра, погнали! Так, ну что ж, вот одно из первых видео. Крайне шокирующей записи. Крайне шокирующая запись. Запись нам прислал постоянный подписчик канала Луисмануэль. Запись тут присылает. У нас значит подписчик, да? Жильцы уже были свидетелями странных вещей, происходящих в этом месте. Однако на этот раз, чтобы иметь доказательства, Луис начал записывать точный момент, когда это явление произошло. Мужчина хотел наконец-то запечатлеть все на камеру. Внимание на экран. Вот у меня сразу же вопрос. Так. Что? Ребенок? Ого. Странно. Но здесь есть погрешность. Именно в том, что… Погрешность в том, что он мог отснять маленького ребенка там изначально, то есть видео само по себе, залить это в телек, оно могло сниматься, а потом просто качнуть сиделку на том же самом месте, и все. Шокирующей вещью здесь явиться не стул, а странное крошечное существо, сидящее на нем. Да, это его ребенок. Об этом-то он, наверное, забыл упомянуть. Или сейчас скажут, что у него детей не было. Так ты, конечно, обосрешься, если такое увидишь. Луис предполагает, что именно это необъяснимое существо управляет креслом, заставляя его двигаться. На первый взгляд оно напоминает девочку, но пропорции тела не выглядят нормальными. Самое необычное заключается в… В смысле? В чем пропорция? Когда камера поворачивается, она снова фиксирует кресло, на котором никто не сидит. Кем или чем является существо в отражении телевизора? Есть ли какое-либо другое объяснение, которое рационально… Ну вот я только попытался сейчас рационально. Скажите, что думаете вы? Мне кажется, вот как я сказал, это могло быть так. Ну, как минимум, это объяснимо, по крайней мере. Помните нашу последнюю запись о тех объектах, которые были сбиты в США? В том видео мы говорили о некоторых лазерах, направленных на Землю. Лазеры, которые, казалось, сканировали определенную поверхность. Нет, мы таком не помним. Что ж, после тех инцидентов, моя электронная почта не переставала наполняться подобными кадрами. Наблюдение за НЛО и то, что вы сейчас увидите на экране. Новый лазер неизвестного происхождения. Все, наверное, в это больше даже поверю, потому что мы же не знаем, что там в космосе прямо на 100%. Где сказано, что явление произошло после 23-30. Где, по словам некоторых пользователей, которые также были очевидцами событий, Может, кто-то за другой планеты лазерной указкой баловался. Очень мощный купил. Такс. Что у нас тут? Синий свет. Несмотря на то, что я всегда просматривал. Ничего не понятно. Я никогда раньше не слышал о лазерах, сканирующих определенные области. Если это нормально и является продуктом спутника, почему никогда раньше... Какие области? Это небо, это что? Земля, что это? Это вообще нередкое событие. Люди, несомненно, записали бы это. А теперь за последние несколько месяцев появилось два таких видео. И у последнего до сих пор нет объяснения его происхождения. Ясен фиг, тут объяснить нечего. Тут не видно ничего. Тут просто ничего не видно. Вам что-нибудь понятно? Мне ничего не понятно. Ну, лазер какой-нибудь. Как это-то снято было? Откуда? Не знаю. О, про отельчик какой-то. Ха-ха-ха. Что в тревожной запись, у которого сотрудник старой гостиницы сделал за ее пределами во время перерыва? Было уже за полночь, когда вдалеке начал материализоваться странный силуэт. Материализоваться. Это был один человек cush. Потерялся домой из-за автомобиля, где все руководитель на кадр fashion. Р Cara, в ст 인ceptions здесь страшная промаха-書ки. 你可以 сверху. Я вас срил Agustin, чтобы сп tatsächlich объединяться на машине за написание из-за вас. ну и что это кто-то в каком-то халате ну в смысле простыне и еще какой-то мужик на гараже повис от страха наверное кстати как видите силуэт двигается довольно необычно худощавые по-видимому довольно высокая ему удается показаться на несколько секунд прежде чем спрятаться молодой сотрудник следил за тем чтобы через это место в это время никто не проходил поэтому категорически исключает присутствие кого бы то не а на гараже кто висит будет природа этого странного существа скажите мне каково вашим он предупредил всех горит чтоб никто не проходил то есть полюбас там был народ который мог его просто пранкануть кадры в четвертой позиции этого топа были сняты в разгар грозы идея заключалась в том чтобы запечатлеть это ужасающее но в то же время прекрасное явление которое природа время от времени дарит на однако все это шло на второй план когда неожиданно объектив зафиксировал что-то крайне необычно ну-ка и что же там такое мы что-то подобное уже пытались по моему смотреть я вот как бы типа и не понимал о чем речь поп что-то упало да да об этом речь ты что-то вывалилась блин хоп может и птица хотя птицы в дождь не летают внезапно этот пейзаж полный вспыхивающих и прерывистых световых шоу резко прерывается молнии которая кажется застыла но это было не единственной странностью поскольку сразу после этого объектив запечатлел огромный объект падающий с ним блин да мы видим объект странно понять что что же это могло быть некоторые предполагают что это мог быть метеорит или просто космический мусор ну какой-то да вот я либо об этом думаю пересекает атмосферу без выделения тепла маловероятно ну типа да обычно если в атмосферу когда входит она же сгорать начинает у меня предположение только птицы над облаками возможно какой-то дрон не знаю который хотел снять вот что-то в этом роде и кто-то осмелился пустить его выше не знаю вообще летают настолько дроны дайте мне знать что вы думаете ну что-то вот номер три не знаю следующая запись должна была стать последним кадром семьи которая провела фантастический день вместе прям последним штрих почти незабываемого для них ну как когда они вернулись домой внимательно посмотрели этот последний кадр неуверенности даже страх наполнили их сердца но что вы увидите дальше кажется не имеет объяснение папирса деле быстренько коп слушай вот вот это наверное самое такое вот видите вроде никто со стула да там сзади него не сидит как бы заранее мы бы видели какое-то тело из движения мне кажется лишь никого нет и бах резко появляется очень странно и никто не реагирует как бы обычный рефлекс такой бывает что кто-то если ползет боковым зрением замечаешь то автоматически посмотришь я смотрю никто даже не пыду не обратил внимание существо движется быстро даже при замедленной съемки дыма это уже понят можно утверждать что она имеет очень большую скорость вот это наверное самое пока что ну необъяснимое вот что что вы скажете но разве это похоже на ребенка пока очень сложно объяснить даже предположение особо таких каких-то нету что это был какой-то дух существо эти люди не знают чему подверглись как вы думаете что это такое старым резко из-за человека но бывает много бывает обман зрения но такое вот попадает что даже тогда он про женщину смотрели который за другой женщины скрылась и и типа потом исчезла там так и оказалось что это просто вот так вот получилось чак life это канал на youtube главные герои которого молодая пара посвятившая себя путешествиями изучению различных уголков нидерландов на этот раз они планировали добраться до пляжа где микроорганизмы обеспечивают свечение но к сожалению они не обнаружили этого явления поэтому у них не было другого выбора зря сгоняются в обратно именно в этом путешествии камера запечатлела нечто крайне тревожное наблюдайте ахо все круто на позитиве блин хочу вот такой же фонарик хочу ну и чё об что а ну это чувак срал просто что надевает на него фонарик он выглянул такой уж и скрылся обратно мира зафиксировал присутствует тревожного существа чья голова была полностью темной образ необычен уж тем что не сейчас разголовато у свет не освещает эту тень от кустов есть вы заметили день от кустов есть вот городских да она немножко как будто бы будет ходить здесь один но мне кажется все равно это вот она на существо абсолютно не обе как-то тень так упала мне кажется что это было ответьте в комментариях ниже я думаю что это тень на что это еще номер ну либо лесли снег сру так а видео которое мы завершаем этот топ появилась благодаря подписчику который по личным причинам не захотел раскрывать свою личность зажима из серии потому что какой-то снял наверняка очень напуган на то что мы видим на то что сейчас вы видите на экране по каком-то существе которое на самом деле окажется паранормальный однако как это часто бывает наши ожидания быстро испарились неудивен я сейчас не удивлюсь конечно наши ожидания сейчас вот ну да 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 это что-то сверх паранормальное существе говорил наш подписчик это явно насекомое которое привлекает сушенную насекомое противное вот я что мы за черный я решил поставить перед собой задачу и пытался найти на этот раз настоящее потустороннее существо которое было заснята камера ну-ка удиви нас я надеюсь ты сам в это не поверил что-то увидел то две тачки а но это мы же видели подобное видео тоже как это фея летала или это тоже самое или ракурс там другое возможно был у кого-то мы смотрели ну да ну тоже такое да вот как бы что за я даже примерно в уме не могу прикинуть какой мог бы быть жук такой ну летающий может быть опять же это может быть у нас тут нету а там где-то у них там может есть мы искали нечто необъяснимое противоречущее всякому здравому смысл и именно это сейчас вы увидите так мы уже видим она точно отличается от того насекомого которого мы показать отличается базару нет но мне кажется что все таки это существо насекомых вы заметили давайте более внимательно присмотримся можно ясно заметить крылья конечности усики и даже платье что-то явно выходящие как бы выглядит очень конечно ну что думаете прикольно ну типа стрёмно дисней короче феи маленьких снимает ну что ж друзья вот такая вот подборка у нас получилось обязательно жду твоих комментариев какое видео тебе понравилось больше всего и какое тебя заставило испугаться и поверить но у меня на сегодня все увидимся с тобой в следующем видео ведь дальше будет только интересней ну а с вами был канал крик меня по-прежнему зовут александр и помни страха нет он лишь в твоей голове